Всех приветствую на моем YouTube-канале. Обещал вам показать два боя, но никак не доходят руки. Даже напарнику еще один бой показал. В общем, есть у меня три видео, которые нужно показать. Но очередной бой, один против двоих. Команда у нас 10-й ранг, с 12-м против 13-го и 14-го. Но я предположил, что там играют слабенькие игроки, поэтому как бы бусты не использовал, не вижу в этом смысле и вообще в этом плане я жадный. Мой напарник использовал золотые бусты, но на базе у него был один центр снабжения. Вложил ресурс в монопарник неудачно и вообще не играл он целый год. Так что приходится подсказывать. К счастью, все-таки построил, ну то есть сказал своему напарнику, чтобы он строил гренадеров, там пару башень воткнул, вот, и гренадерами отпугивать викинги. Викинги, правда, успели уничтожить часть зданий. Ну, чуть-чуть их отпугивал, викинги уходят, стреляют под преднадительным огнем и обратно. Вот и мой напарник нервы сдали и он пошел в атаку. Собственно говоря, поэтому зеленым сейчас будет его пробить очень легко. Хотя лучше бы, ну, в такой ситуации лучше бы, чтобы ваш напарник оборонялся как можно дольше. В башне все-таки какой-никакой урон гренадерам нанесут. Ну, точнее, тяжелым штурмовикам. А гренадеры, наоборот, впитают урон, там молот отогнут, отгонят. Вот. Ну и, собственно говоря, если база будет пробита, то просто нужно возвращать всю армию красного игрока на базу желтого игрока. Бой интересный, сложная разведка, там два пехотинца разведают карту. Ну, забрал я контейнеры свои, построил пять центров снабжения, тайминг ужасный. Медленно играем, нападаем тоже медленно. Отправил стрелка вперед, увидел там три бункера. Думаю, ну, понятно, конфедерация как играла бункерами, так и играет. Вот, и я вообще предположил, что синий выходит вверх. Что делать в этой ситуации? Ну, во-первых, я не оставил в себе свободное КО, так... Я понимал, что мне нужны броники, чтобы пробить эту базу. Мало ли, что там будет куча молотов. Ну, я прихожу к синему игроку, а там где-то штук 30-40 пехотинцев, несколько молотов. И как бы у моих гренов, там четыре несчастных снайпера, им пришлось бежать, текать. Вот, поэтому я сделал решение, что нужно добавить себе еще снайперов и снова идти в атаку. Ну, безусловно, я играю брониками здесь, не гренадерами, так как... Во-первых, атака будет позднее, то есть эффект неожиданности как такого не будет. Ну, и надо чем-то пробиваться. Так, пользуем пять синих бустов в течение боя, знаем, что делать. Там строим башни по зеленому игроку, атакуем как можно быстрее синего игрока. Ни в коем случае нельзя было медлить. Вот, а сейчас я использую синий... Чё, блин? Сейчас я использую броники как отдельную армию. Правда, поздновато включаю буст разведки техники. Вот, и тут я подумал, что, возможно, лучше было бы использовать буст обороны, так как башня должна жить и стрелять в... Так, пусть подойдут поближе викинги. И башня должна успеть как можно больше урона нанести гренадерам, так как, ну, мне сложновато будет брониками бить гренадеров. Ну, и вообще не хочется терять арты. У зеленого могут быть вертексы, а задерживать бой на этой карте... Ну, мне кажется, это не совсем удобно. Построился я как можно дальше, насколько возможно дальше от моря, но при этом, чтобы забрать два ящика по направлению к оппоненту. Вот. Армию почти не потерял. Вот, потерял штаб. Может быть, пару броников, пару башен потерял. И мы отбились. Наверное, три башни. Даже ПО-шка выжила. Замечательно. И сейчас нужно идти в контр-атаку. Карта, если честно, сложненькая для сопротивления. Тем более сейчас, когда тайминг очень сильно проседает, броники... Ну, они крайне малоэффективны. Если долго держаться, ступить, то... Вообще, конфедерат там может построить одну ракетку, и как бы... Зайти будет, ну, сложно. Тем более, когда там будет очень много прихотинцев, штурмовиков, что, собственно говоря, я ее увидел. Я крайне удивился. Ну, молодцы, молодцы игроки. Я тоже, наверное, так делал, будь я игрок конфедерации. Хотя я бы в Викиги никогда бы не вышел. Я считаю, что это неправильно. А вот в Посейдон, в Посейдон, может быть, я бы вышел. Он все-таки стреляет далеко, и как бы отбить его нечем. Это крайне дезморалит. Находимся по ту сторону моста. Стараемся не входить в перепалку зазря. Кричим гадости в сторону танкистов, чтобы они пришли к нам поближе. Вот, а мы будем встречать их с снайперами, которые не получают урон. А на расперзание будем оставлять гранатометчиков. Броники спасены. Вот, по-моему, я два или... По-моему, один броник даже потерял. То есть, потери минимальные. КО у нас есть. Это важно. Улучшил я штаб. Точнее, включил я золотой буст. Так, сколько у нас центра снабжения на базе? Даже не заметил. По-моему, три центра снабжения осталось. Даже улучшаем штаб до четвертого уровня. Вот. Бустов у меня много. Золотых штабов, по-моему, за все время игры я вообще использовал. Два раза в этом бою и еще в одном. Но он бы ее использовал неграмотно. Вот. Так что... Лучше не экономить. Идти на пролом, пробивать оппонента. Вот. И, кстати, здесь даже экономику не нужно строить. Так как КО у нас забито. Нужно просто с дотеканием продавить оппонента. Не позволять ему строить ракеты. Не позволять ему строить армию. Останавливаем броники, чтобы они наносили нормальный урон. Хотя бы более-менее разумительный урон по молоку. И, безусловно, мы будем постоянно здесь терять броники. Ну, в принципе, жертвовать нечем. Кто-то должен умереть, как говорится. Кто-то должен питать урон. И это будут именно броники. Все-таки снайпера. Это наша единственная антипехота. Хотя я, конечно, строю здесь немного стрелков. Вот. Но башнями, мне кажется, играть уже не стоит. Я согласен, что башни это круто. Но ложиться в башни после этого даровиди и викиниги... Ну, мне кажется, нужно делать выбор. Либо строить башни, либо строить викинги. Правильно? Ну и вообще игра башнями это... Такая сомнительная вещь. Казармы почему-то находятся все сзади. Тоже непонятно. Две казармы гренадеров, одна штурмовиков. Базл зеленого достаточно большая. Но вообще, в такой ситуации, я думал, что это проигрыш. Но все-таки я предположил, что, скорее всего, оппоненты будут не очень сильными. Поэтому попытка не пытка, как говорится. В любом случае, чем больше вы играете один против двоих, хотя, надеюсь, у вас такого не будет, тем больше у вас опыта. Как минимум, вы не волнуетесь, не паникуетесь, знаете, что делать. Ей хочется отдельно похвалить своего напарника. Да, конечно, плохо, что он построил один центр снабжения и пошел во второй завод. Но иногда такое случается. Напарник построил башни, как я ему сказал. То есть, сначала он построил гренадеров, потом я подсказал ему построить башеньку. Обескуражили его немного викинги, но все-таки гренадеры пошли отбивать викинги. После этого викинги отступили, гренадеры тоже отступили. Но все равно напарник действовал четко, не паниковал и почему-то даже использовал золотые бусты. Хотя я ему подсказал, что делать этого не стоит. Восстановил штаб мой напарник. Это всегда приятно, что напарник здесь, как говорится. И что делать в такой ситуации? Наверное, заранее как-то разведывать аккуратненько карту оппонента. Ну, очень аккуратно. И не палить свою армию. Вроде бы своих юнитов я не спалил, то есть, ничего не показал, но штурмовиков там было много и много юнитов зеленого игрока. В общем, неприятное ощущение. Да, и отдельно хочется упомянуть, что если вот такая ситуация получается, ну да, у вас напарник слабенький, то попросите вашего напарника построить там гренадеров, потом машеньки постепенно добавлять. И в крайнем случае ваш напарник отступит, и часть его армии будет защищать вашу базу. Пока зеленый игрок будет крымсать базу красного, у вас будет возможность пробить синего, ну и дальше вернуться, и даже напарник останется жив, ну то есть его армия. И, собственно говоря, вы выиграете. Ну что ж, подписывайтесь на канал, ждите новых видео, пишите всякие комментарии. Вот я хочу сегодня еще одно видео записать. Так что жмите колокольчик, чтобы ничего не пропустить.